Всем здравствуйте! Это вожатые из числа педагогических отрядов, российских студенческих отрядов, которые будут работать в центрах гуманитарных для досуговой деятельности именно детей. То есть детские досуговые центры, которые открывает партия «Единая Россия», вожатые будут с ними играть, проводить различные мастер-классы, спортивные какие-то игры и так далее, для того, чтобы дети смогли почувствовать такой кусочек лета, кусочек своего детства. И родители знали, что они всегда могут привезти в центр детей, они будут не только под присмотром, но и с хорошими наставниками, вожатыми, которые смогут поделиться с ними опытом и зарядить какой-то такой позитивной энергией. Но это еще не все. В скором времени сюда присоединятся 15-го числа еще участники строительных отрядов и участники медицинских отрядов, которые будут трудиться в медицинских учреждениях. Всего сейчас приехало 6 вожатых из России, 8 ребят из Донецкой Народной Республики и 5 вожатых из Луганска. То есть всего 19 человек, которые приступят к работе в четырех таких детских досуговых центрах. Одна уже открыта в Луганске, другая откроется в Волчевске, Счастье, Станица Луганская. И потом 15-го числа к ним приедут уже на смену другие вожатые. И так до конца лета мы планируем, что здесь участники российских студенческих отрядов, порядка 50 человек точно посетят Луганск. Я приехала из Москвы, но в самом деле, если начинать вообще вожатскую деятельность, я начинала в Новосибирске. И вот путь проделав из Новосибирска в Москву, из Москвы сюда. Сюда мы приехали, мы знаем, что лагеря в этом году не открылись для ребятишек. И понимаем, что наши вожатые, и я в том числе, можем помочь обеспечить лето, провести с пользой лето для ребят, провести для них игры, мастер-классы, тематические занятия, спортивные, творческие мероприятия. И подарить действительно долгожданное лето, каникулы, которые они по праву заслужили, как и любой ребенок всего нашего земного шара. Мы приехали посменно, то есть первая команда волонтеров будет работать до 15 июля. Дальше будет сменяться, будет заезд новых участников, и так планируем пока до сентября. На самом деле, наши коллеги до этого уже были здесь, и мы привыкли друг другу доверять. Нам сказали, что здесь безопасно, и мы понимали, что здесь нужна наша помощь. Поэтому, в принципе, в целом не было такого какого-то страха, ничего. Мы знали, куда мы едем, для чего, и самое главное, что мы можем здесь принести пользу даже больше, чем находясь в регионе. У нас есть вожатые, которые работают по всей стране, и сегодня помощь нужна здесь. Мы протягиваем руку детям Луганской Народной Республики. Я думаю, что дети, они в любом случае, как бы иногда, может быть, тяжело, трудно не было, но они тянутся к новому, к тому, что их обучают, к тому, что их развлекают, в конце концов. Поэтому, возможно, изначально нужно будет познакомиться, да, конечно, нужно будет рассказать о себе, кто мы такие, и уже впоследствии подружиться. Я думаю, что все будут рады, и участники, и вожатые, и дети, общему деланию, общему процессу, и общему созданию такой положительной, доброй атмосферы. Я рад поприветствовать вас. Вы знаете, вот у меня такая гордость, и, безусловно, вот когда ребята, наши ребята вас увидят, и вы вместе будете делать благие дела, ну, это радость. Это почувствует каждый молодой человек нашей республики, что приехали друзья, родные по крови, что действительно стоит огромная задача перед всеми нами, чтобы на этих площадках, которые партия создает, а их будет четыре у нас с вами, в Счастье, Станицы, Александровке, Алчевске, ну, и, безусловно, у нас здесь, в Луганске. И мы на этих площадках будем работать, я и буду говорить, работать. Потому что ваш труд, он, безусловно, очень дорог, вы покажете, поможете нашим ребятам, и вместе мы сделаем прекрасное дело. Чуть-чуть тревога. Куда-нибудь. Просто вперед. Субтитры подогнал «Симон»